Добрый день, дорогие слушатели, добрый день, дорогие зрители, с вами Анна Литовкина из Будапешта и сегодня я беру интервью у Николая Ивановича Козлова. Мне очень повезло с тем, что Николай Иванович выделил время на это интервью. Николай Иванович, представьтесь, пожалуйста. А как ты меня представишь? Я вас представлю. Человек, как человек, книги которого я уже лет 30 читаю. Если я покажу вам свою библиотеку, то в Будапеште у меня просто огромное количество, почти все ваши книги. Так же, как мой любимый преподаватель, как ректор университета практической психологии, как практический психолог, наверное, самой-самой крупной в России, книги которого выходили, по-моему, 12 или 13 миллионов экземпляров. Так же, создатель психолога. Говори, говори, Аня, я же все это так, у меня это так не прозвучит. Николай Иванович, и так же, как преподаватель, который, например, когда ведет тренинги, вы всегда были с нами. Всегда. То есть во все перерывы. У нас в университете практической психологии были, например, перерывы на 15 на 20 минут, и вы всегда были с нами. То есть вы никогда нас не бросали, и это было очень-очень приятно. Анечка, Анечка, а вот куда мне, во-первых, от вас не скроешься? Во-вторых, мне хочется всегда отдохнуть. А где я больше всего отдыхаю? С вами, хорошие мои. Николай Иванович, как же жалко, что уже два года в университете практической психологии закончились. Так что для меня эти два года остались просто замечательными годами в моей жизни. И я вспоминаю о всех, о всех сессиях просто с большой любовью. И сегодня я хочу вам задать массу вопросов по поводу университета практической психологии. Во-первых, я хочу вам сказать, что благодаря учебе в университете практической психологии я стала в разы более эффективной. Я не могу, конечно, вычислить во сколько раз. Я стала намного более радостной, намного более счастливой. Например, если до этого я преподавала в университете свои курсы по лингвистике, по фольклору, по юмору, то есть, например, сейчас уже два года, как я веду тренинги, тренинги на венгерском, английском, русском языках, я уже стала консультировать, я уже стала проводить коуч-сессии. И это все началось даже, когда я училась в университете практической психологии. Я могу вам сказать, что у нас такое количество людей, талантливых, училось на нашем курсе, я не смогу всех их перечислить, но достаточно, если мы возьмем, например, Романа Гришкина, просто самую звезду. Красавец. Красавец, да, с которым я познакомилась, кстати, два года тому назад на одном из тренингов в Мещуре, мы с ним вместе пошли в УПП, получили вдвоем скидку. И мы вместе с ним в ногу шли. Или, например, если возьмем такую замечательную Ирину Рыжкову, председателя Ассоциации симптом-подхода. То есть можно перечислять практически все наши... Она как тренер очень красиво взлетела из обычного просто студента, стала ярким, авторитетным, сильным тренером. Тоже любуюсь. Да, я тоже, я тоже любуюсь. Я же писала комментарии к ее дипломной работе и к дипломной работе Романа Гришкина. Николай Иванович, у меня такой вопрос к вам. Как вам удалось создать такой университет, который притягивает к себе очень успешных, очень эффективных людей, очень целеустремленных людей, у которых и до поступления в университет были крылья, но которые, например, во время учебы в университете просто эти крылья у них становятся... Или у нас, потому что я тоже считаю себя таким же человеком, крылья становятся сильнее, мощнее, и мы летим к своей мечте, и мы делаем мир краше. Расскажите, пожалуйста. Ну, Ань, делал я этот университет постепенно, сильно постепенно, потому что первые идеи были одни, а во что это выливалось, это совсем другое. Но все-таки я, ты знаешь, когда мне этот вопрос задают по поводу университета, мне почему-то очень хочется начать с самого начала, откуда эта мысль взялась. А у меня мысль об университете взялась, потому что я учился в МГУ, и я очень любил МГУ, и я восхищался преподавателями, и я учился с колоссальной радостью, удовольствием, я курсовые писал на год вперед, чем их, чем нас их требовали. Да, я могу представить себе, потому что я свой дипломный работ писала полтора года, то есть я уже на четвертом курсе знала, о чем я буду писать, и это было тоже в МГУ. Но все время учеба в университете я себе говорил, тут неправильно преподают, мне было скучно на этих лекциях, это было и скучно, и непрактично. И у меня всегда звучало, если когда-нибудь я буду сам, как преподаватель работать, я буду делать это по-другому. И когда я даже попал после распределения сразу на яркую работу, преподавательскую работу, Институт повышения квалификации госкоммунтуриста, и мне со скамьи студента через три месяца нужно было выйти на кафедру и читать уже там на аудитории 200 человек, и гидопереводчики, и руководители отделов гидопереводчиков. Но у меня сразу была, это была, это была выполнена задача. Я справился с этим, и меня студенты уже там любили, но потому что у меня была задача, я хотел стать лучшим преподавателем в России, ну, по крайней мере, в Москве. Я хотел преподавать так, чтобы мне было не стыдно, то, чтобы люди от этого что-то получали, чтобы мне не было так, как в университете в МГУ, которое я безумно люблю и уважаю. И вот сейчас я как вспоминаю, ты знаешь, когда я только задумывал, у меня была в начале идея. Я не буду студентов ничем принуждать. Я им предоставлю все великие возможности, а они будут учиться сами, я буду им помогать. Только помогать. Аня, а я теперь спрошу, это была правильная идея или нет? Я думаю, что это была правильная идея. Во всяком случае, я, Николай Иванович, очень много вкладывалась, меня интересовали все занятия. Я же, вы знаете, я и на первом курсе только одну сессию пропустила, все время летала из Будапешта в Москву и на втором курсе тоже одну сессию пропустила. Это была неправильная идея. Неправильная? Ну, во всяком случае, я могу учиться, ну, как сказать, меня с самого детства родители так воспитали, что если я люблю учиться, если я куда-то иду, то я тогда учусь, и меня не нужно заставлять. Аня, ты уникальна, ты редко. И то, кстати, я думаю, что и у тебя созданная система когда-то, ну, так, подпинывала, когда-то организовывала, когда-то что-то напоминала, и это очень хорошо. Слушай, ну, у меня вот вчера был, я вел вебинар для тех, кто только приходит в университет, ознакомительное вводное обучение. И у меня с ними состоялся интересный разговор. Я говорю, коллеги, друзья, вот у нас с вами уже, тут сколько было, 4-5 занятий, вы уже хорошо представляете. А я хочу вам признаться, то, что я работаю не так, как вот здесь с вами, я не совсем вознакомлюсь с университетом, потому что я не верю, что вы пока в университете, и я с вами мягкий, необязательный, и я вам что-то рассказываю, ничего с вас не требую. А если вы поступите в университет, я буду знать, что вы у меня в руках, я вас загружу, я буду с вас требовать, я вас организую по полной, и вы просто так здесь отсиживаться не будете. Николай Иванович, когда я училась на первом курсе, я вкладывалась в учебу в УПП в разы больше, чем... Анечка, как ты думаешь, что они мне ответили? Они ответили, что они хотят этого. Верно, они говорят, Николай Иванович, пожалуйста, сделайте нам как в университете, нам не нужен лайт-вариант, сделайте требовательные отношения, организуйте нас, потребуйте с нас. Аня. Да, да, да. Кстати, у меня же была очень сложная защита моего диплома, Николай Иванович, это вы помните, да? Так что... Тебе досталось, да. Мне от вас очень досталось. Но, что я хочу сказать, после того, как я все-таки защитила диплом, до диплома написали мне те пункты, которые мне нужно еще проработать. И я со всеми пунктами была согласна. С одной стороны, с другой стороны, я действительно этими пунктами во время учебы в УПП не занималась. И после этого я поехала на тренинги к Владимиру Виноградову. Например, вопрос статусности. Я там была на тренинге и королевой, и статус дамы, и гейши. По поводу замедленности лей. И я делала тоже массу фоновых упражнений. И также вы несколько других моментов отметили, с которыми я была полностью согласна. И я их тоже прорабатывала и обдумываю. И я как раз своим друзьям, коллегам говорю, какой же классный университет, что ректоры университета даботятся обо мне в моем развитии, даже после того, как я заканчиваю этот университет. И то, что, например, вы встречаетесь сейчас с нами, с выпускниками университета, у нас сегодня через несколько часов будет встреча, и две недели тому назад была встреча, это вообще тоже очень круто. Я себе представляю такие ситуации, где, например, директор МГУ будет встречаться со своими студентами в режиме онлайн. Николай Иванович, еще я хочу у вас спросить следующее. Каждый ваш вебинар, даже по одной и той же теме. А я у вас некоторые вебинары прослушивала неоднократно, потому что я же была и ведущей дистанции. Когда я училась на втором курсе, у меня была группа, на первом курсе я вела дистанцию. Также я вела вводное обучение. Я периодически прослушивала ваши новые вебинары, например, по той же теме, которую я уже год тому назад прослушивала. Или два. И у вас они не похожи друг на друга. Вы все время меняете. Или некоторые тренинги я у вас проходила неоднократно. Я знаю, я разговаривала со своими сокурсниками, многие проходили у вас один и тот же тренинг по нескольких раз. И все говорят, что у вас один тренинг или один вебинар не похож на другой, на предыдущий. Как вам удается? Большинство профессоров, во всяком случае, в евроакцистских университетах, то, что они делают, они делают презентацию, записывают, например, PowerPoint presentation, и дальше пользуются этим по много-много лет, ничего не меняя. Откуда у вас время на это? Так, ты задала много вопросов. Да, моя тезисность немножко ушла. Вопрос такой. Как вам удается каждый раз вести вебинар или тренинг на одну и ту же? Давай я тебе вначале отвечу так. У меня хорошая голова, но плохая память. Мне легче каждый раз заново придумать, чем вспоминать, что я когда рассказывал. Это первое. Аня, более серьезно, я каждый раз, проведя тренинг, я понимаю, что так. Обычно люди очень довольны, но это люди довольны. А я-то каждый раз соображаю и считаю, сколько было недоделанного, недосказанного, неточного. И спрашиваю, когда я это сделаю, и высчитываю время, чтобы в следующий раз разговор был более серьезный и действенный. Тем более, что, Ань, мы же, по крайней мере, первый курс работаем не только и не столько над теорией. У нас первый курс – это работа над человеком. Это второй курс, он более профессиональный, под задачи консультант, тренер, коуч. А вначале-то нужно человека сделать. Но если человека сделать, это же видно, вот он перед тобой. И, пожалуйста, у тебя впереди девять месяцев. И сделай так, чтобы через девять месяцев был человек, с которым ты не захочешь расставаться. Сделай радость, сделай умного, толкового, ответственного, счастливого, свободного и прочего, статусного, достойного человека. Аня, и тогда, если я делаю что-то плохо, ну это же сразу видно. Да. Да, я согласна. И, кстати, результаты были просто вообще потрясающие. Я видела, я занималась на первом курсе на дистанции у Татьяны Безиной. Я видела, какие были изменения буквально вот за месяц даже в дистанции. Но какие были изменения за полгода или за год, это вообще колоссальные. И, кстати, мне иногда так странно, я, например, сейчас уже несколько недель опять в Венгрии, и иду по улице, и такие люди ходят хмурые, где их улыбки, какие-то такие негативные. И думаю, вот вас бы всем в университет практически психологии отправить на дистанцию. Так что, Николай Иванович, первый курс, это было вообще, это было очень здорово. Это у всех у нас была такая прокачка. Аня, а ты слышала, что ты сейчас сказала? Первый курс, это вообще было здорово. Я правильно понимаю, что ты со мной согласна, что второй курс надо усиливать? Ты ведь это сказала. А-а-а. А-а-а. Только в курсе. А-а-а. Так мы это сделаем, Алиня? Ты спрашиваешь, почему никогда не повторяем прежнее? Да, да, конечно. Потому что это должен быть лучший университет в России. Да. И кто должен это делать-то, Аня? Николай Иванович, первый курс, это было обалденно. Мы все поменялись как люди. То есть мы все стали намного эффективнее, в разы эффективнее, более радостными, более счастливыми. Мы на втором курсе уже остались в основном те, кто хотели быть профессиональными психологами. Это правда. Мне, кстати, мне было очень жалко потерять некоторых людей, которые... У них другие цели, общежизненные. Да, да, да. У них другие цели. На втором курсе, например, мне немножко не хватало вас. И было очень здорово, что в октябре вы предложили нам встречаться отдельно. И мы, второкурсники, в течение девяти месяцев встречались раз в две недели по вторникам. Так что за это я вам очень благодарна. Потому что это было, так сказать, совершенно не планово, но это было великолепно. И на эти встречи всегда приходило человек 10-15. И я вам очень благодарна, что, несмотря на то, что эти встречи... Ань, так смотри, вот я же вижу, что меня на втором курсе немного не хватает. И в целом второй курс я вижу, как можно и нужно усиливать. И вот уже в этом году мы начнем большую работу, чтобы... Вот смотри, над первым курсом должны работать как коучи, тренироваться, практиковаться студенты второго курса. И это будет их большая часть практической работы. Перевод, вы хотите с кем-то работать, учиться, тренироваться? Поехали! Это супер, это супер. И, кстати, например, в рамках лаборатории коучинга у Татьяны Бизиной, например, я очень часто ходила на студенческие среды, когда ко мне приходил клиент, и при этом присутствовала как ментор Татьяна Бизина. И было несколько клиентов с тогдашнего первого курса. И это было замечательно. Анечка, но дальше-то. Вот работают студенты второго курса. А кто будет с ними заниматься, чтобы они работали грамотно? Наверное, я знаю, кто. Наверное, те, кто уже закончил, например. Верно! Верно! Выпускали! Я готова! Я готова! Я думаю, что есть еще парочка активных студентов, которые хотели бы помочь университету... Вот смотри, Аня, ну ты хорошо вот так уже щелкнула. А какой же настоящий хороший интерес должен быть у выпускников, чтобы они как-либо всерьез занимались со второкурсниками? Вот для меня, например, для меня интерес саморазвитие, потому что для меня вообще принцип... Вот отвечаю, если с этими выпускниками будут работать преподаватели, и Николай Иванович Козлов... Да, так вот я... О! Да, да, да. Если вы будете со мной продолжать работать, то тогда я готова на это идти. Вот, Ань, смотри, вот, и эту систему надо простроить. Я работаю с выпускниками, выпускники работают со вторым курсом, второй курс работает с первым. Вот это будет интереснейшее решение, его только нужно простроить, Аня. Да, 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 так что, ну я надеюсь, так как у вас в университете или у нас, мне как-то не хочется говорить у вас. Я считаю, университет практически... Анечка, а это следующий вопрос. А как сделать, чтобы выпускники не теряли университет, не уходили из университета? А? Ведь это же до сих пор вопрос не решен. Да, верно. И мы замечательных людей, которые влюблены в университет. И вот так с тоскою вспоминают, ай, были лучшие годы моей жизни. Да. А, не отходи. И от чья это недоработка-то? Моя. Я думаю, что ваша. Правильно. Да. Да. Аня, и сейчас-то я что делаю? Я делаю систему, систему клуб, клуб практической психологии, который будет рядом с университетом, где будет, я создаю площадку, которая должна объединить выпускников университета и большое число новых людей, которые интересуются психологией и университетом. О, как здорово. Это вообще. Вау. Это замечательно. Ведь, собственно, выпускники же кричат. Мы же лучшие специалисты России. Одна беда. Где клиенты? Их нужно нарабатывать. А если я скажу, клиенты вас ждут, уважаемые выпускники, начинайте, работайте, платно ли, бесплатно нарабатывать. Здесь люди готовые платить, которые с нормальной ориентацией у них в голове есть, они готовы над собой действительно работать. И вот тогда выпускники прибегут сюда в клуб, а я буду, в частности, еще пригонять людей, которым могу обещать, что с ними будут работать. Недорого, но очень качественные специалисты, которые могут им дать. Аня, вот тогда возникает вот этот симбиоз и великолепные решения. И тогда ко мне прибегут мои выпускники, которые только этого и ждут. Вот, Анечка, надо просто немного делать. Да, 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 это замечательно. Я надеюсь, что, Николай Иванович, вы разработаете, и вы знаете, что на меня вы можете всегда рассчитывать. Николай Иванович, а еще у меня такой вопрос. Например, то, что я вижу, я вижу, что УПП каждый год меняется, причем колоссальным образом меняется. Например, то, что было у нас на первом курсе, очень многое уже было изменено в прошлом году для прошлых первокурсников. Например, там появились десятки и некоторые другие моменты. А можете поделиться тем, что будет сейчас нового для нынешних первокурсников и для тех, кто сейчас переходит на второй курс? Анечка, очень много, очень много. Пустьсяного поступать, да? Ну, во-первых, я сейчас договариваюсь с учебной частью, на каких условиях те, кто окончили обучение раньше в университете, могут заново приходить к нам и на льготных условиях учиться, потому что у нас действительно каждый год серьезно новая программа. Это потрясающе. Я, кстати, Николай Иванович, я этим летом, вот уже с дипломом психолога, да, консультанта, коуча, я занималась на четырех программах и на двух занимаюсь. Эти программы организованы или студентами университета, или преподавателями, или, например, теми, кто закончил УПП. Например, замечательная программа «Хозяин эфира». Я бы, если бы не проходила эту программу, то выступление в стиле TED, я бы не осмелилась бы дописывать интервью, а сейчас осмелилась. Транзактный анализ для специалистов, для коуча, для психологов у Татьяны Бизина. И вот на тех двух программах я занималась в июне. Отлично. Также в конце июня я стала заниматься на двух программах, которые еще сейчас идут. Это одна программа Надежды Муравьевой, эксперт взлет, а другая программа по финансовой грамотности, которую ведут замечательные первокурсники, которые сейчас переходят на второй курс. Это Игорь Носов, Елена Кочетова, Александр Бенебольский, и Михаил Герасимов, и Анна Герасимова. И с этой точки зрения я просто вижу поле для занятий, поле для того, чтобы, например, нам, как специалистам, расти, и я надеюсь, что будет еще что-нибудь интересное, чтобы мы все, так сказать, век жили, век учились, пока мы все равно помрем, да? Ну смотри, ты назвала курсы, которые организуются рядом с университетом. Смотри, это рядом с университетом, это не, собственно, наши курсы. Но таких курсов будет больше, потому что выпускники и студенты сами хотят делать, и у них уже есть возможность это делать. А вот то, что будет в университете, собственно, нового, ну, во-первых, вот сейчас очень хорошо пошел писательский курс, и он, оказывается, очень востребован, потому что, на самом деле, у нас есть еще, да, слабая страна, на мой взгляд, слабая страна нашего университета. Именно. Да, мы поставили суперзадачу выпускать лучших психологов в России. Хорошо, мы можем гордиться, у нас есть отличные результаты в этом направлении. Но мы выпускаем этих лучших психологов в России, а у них есть способность быстро зарабатывать деньги на тех умениях, которые они у нас приобрели. Они будут, они быстро эти деньги отобьют, они будут финансово независимо состоятельные и так далее. Ой, а вот этой раскрутки, умение себя продавать, позиционировать, захватывать клиентов и работать с ними вот так, чтобы они деньги приносили. А это, а эту задачу кто решает? А я не знаю вообще, если вот на факультете психологии кто-нибудь учит психологов, чтобы они сами себе психологический бизнес организовывали. Да это никому в голову не приходит. Но наша задача это сделать, и поэтому умение себя продавать, умение делать раскрутки, лендинги и писать тексты, и их произносить и писать. Вот это большое направление, которое нам нужно осваивать, и в этом году мы для этого очень много сделаем. Дальше мы готовимся к большей... Так, ну да, ну во-первых, я за этот год, Ань, сделал же колоссальный рывок. За прошлые годы, что удалось добиться, дистанция стала из такой пробной программы, Аня, это когда-то было, мы примеряли дистанцию. Это стало настолько любимой программой для всех студентов, что по системе вот этого, ну как сказать, индивидуального коучинга или такой последовательной работы под привитием жизненных привычек, сейчас работают все. Но в этом же году мы сделали неожиданную, создали неожиданную ситуацию. Мы запустили спринты, ты знаешь, что такое спринты. Да, конечно, так я же работала на одном спринте-куратором. Ань, а что получилось? Вот дистанция, как классическая система, очень серьезная, очень глубокая, а она стала конфликтовать со спринтами, которые веселее и легче. Да, во многом да, во многом да. И что тогда? И что тогда? Во-первых, я сделал спринты по всему учебному курсу на все два года, Анечка. О, вот это да. Иван Иванович, хочу опять поучиться. Хочу все эти, вы меня пригласите, я готова быть куратором. Это меня очень интересует. Я тут была куратором на вводном обучении. Какая же была тема? Авторитет, статус влияния. Да, да. Готова побыть на любом другом. Вот, соответственно, вот к этому классическому коучингу и вот работы по дистанции мы теперь будем пускать спринты, как такие легкие задания, но которые очень бодрят, помогают быстрому своим материалам. Но это будет интереснейший эксперимент, как это сочетать. Я не поняла, извините, я не поняла, тогда что будет? Отдельная дистанция идет и отдельные спринты? Вот, Анечка, это отдельный разговор. Я столько голову ломал. Как же сделать, чтобы они и то, и другое было? Ну, чтобы студенты в живых остались, потому что нагрузка, оказывается, более чем серьезная. Итак, у меня есть видение, как это можно делать одновременно, сочетая и сильные стороны глубокой работы на дистанции, и сильные стороны легкой и веселой работы на спринтах. Николай Иванович, это вообще здорово. А какой у вас будет самый первый спринт, мне интересно? Погоди, Покатя, но это же, ты меня все время перебиваешь, я же только начал. А ты знаешь, что я еще сделал за это время? Я не говорю нет, чтобы не садиться. Я тебе сказал, что я сделал на два года систему спринтов. А если я тебе скажу, что я еще сделал систему теоретического материала, который может рассылаться практически каждый день на два года. Это вы сейчас делали за эти несколько недель? Ну, вообще-то за полгода работы. Я думала, с тех пор, как закончилось обучение. Анечка, ты слышишь, что это такое? Да, так они тоже вообще простые, я не нахожу слова. То есть это письменные текстовки. Ну, они на самом деле не просто письменные. Сейчас меня учебная часть просит, чтобы я все эти текстовки, которые можно рассылать каждый день, через день, три раза в неделю, и где весь самый главный теоретический материал просто, качественно, красиво изложен, чтобы получать вот такие, как письма счастья, и тогда материал будет усваиваться небольшими тяжелыми кусками. А, пожалуйста, получай себе в радость в руки. У меня учебная часть просит еще это все озвучить, чтобы было и аудио-вариант, и видео-вариант, Анечка. А видео-вариант – это уже то, что на психологусе выложено, да, типа таких вот отрывочков из фильма? То, что я сам буду наговаривать, наговаривать. Ну, потом добавим и всякие видеофрагменты из фильмов, которые будут иллюстрировать все это дело. Анечка, и вот это будет уже университет другого уровня, когда есть. Это вообще университет моей мечты. То есть у меня и УПП… А ты спрашиваешь, почему здесь все время новое? Потому что хочется реализовать мечту, Аня. Да, это потрясающе. Я, честно говоря, немножко завидую тем, кто будет учиться. Но я за них и рада. Вы знаете, что у меня зависть, она такая… Я за них рада. Потому что я надеюсь, что я тоже каким-то образом поучаствую в их учебе. Николай Иванович, а еще у меня такой вопрос. За два года обучения, за все те тренинги, в которых я принимала участие, за все вебинары, например, для меня не было ни одной секунды, ни одной минуты скучной или ненужной. И когда я говорю «не было скучно», это не про то идет речь, что была развлекуха, а вот именно то, что вы подобрали таких прекрасных преподавателей, что только вот из-за них, из-за вас имеет смысл идти в университет практической психологии. Как вам удалось так сделать, чтобы у вас была такая классная команда? Анечка, а все преподаватели, откуда они появились? Не знаешь? Я знаю. Насколько я знаю, заканчивали тоже ОПП, да? Верно. Или это мои ученики еще из Синтона, мои. Вот я их делал, я их воспитывал. Либо это выпускники уже университета. А когда что-то делаешь сам и отвечаешь за результат, ну, наверное, получаются. Но в конце концов, ты просто берешь лучших. Да, 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 да. Николай Иванович, я с вами хотела бы еще сделать несколько интервью. Я думаю, что это очень заинтересует. И не только тех людей, которые сейчас думают про то, идти ли им учиться в университет практической психологии. Ну, я думаю, и про своих, например, сокурсников, или про тех, кто уже закончил университет практической психологии. Так что, если вы мне позволите, после окончания этого интервью, там, может быть, когда-нибудь через неделю, через две, я бы еще бы с вами связалась бы. А сейчас заключение. Что вы хотите сказать нашим зрителям, нашим слушателям? Я тебе хочу сказать еще из области новостей. Знаешь, мы еще что сейчас продумываем с учебной частью нашей любимой, замечательной? Сделать модульную систему обучения, чтобы поступать в университет, можно было не один раз в году. А по много раз. А два или три. Это хорошая идея. Это хорошая идея. Ты представляешь, как это было бы удобно людям? Да, да, потому что я знаю, например, моя сокурсница, которая была моим напарником, Евгения Ермакова, она присоединилась, например, в январе, по-моему. И ей было очень сложно. На первом курсе она должна была догонять маму за много-много месяцев. Так что, пожалуйста, давай пригласим всех живых, умных, толковых, верящих, что в этой жизни еще что-то можно сделать. Ну, сделайте собственными руками. Тут отличная площадка, в которой живые люди. Наверное, это здорово. Да, 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 да. Это замечательно. И, кстати, то, что замечательно, что я вначале же думала, что я буду учиться в режиме онлайн. Но когда я побывала на первой сессии, я поняла, что в режиме онлайн я не буду учиться, я хочу приезжать. А, нет, тем не менее, мы сейчас готовим много-много для того, чтобы люди, которые из других стран, которые далеко-далеко могли у нас учиться и онлайн, и с высоким качеством. А нет, еще одна задача. Да, и Николай Иванович, еще про что мы с вами говорили уже несколько месяцев тому назад, я очень надеюсь, что скоро мы сможем что-то сделать в области создания университета, международного университета практически психологии, где, например, занятия шли бы на английском. Ну так, вперед! Вперед! Шоу must go on! Николай Иванович, я хочу еще раз вас поблагодарить за ваше время, и еще раз я хочу высказать восхищение таким университетом, который вы создали. Я преподавала в своей жизни уже, по крайней мере, в восьми университетах, и училась в нескольких. И я вижу, что университет практической психологии это самый лучший. Я очень горжусь дипломом, который я получила, и очень горжусь и своими сокурсниками, и также преподавательными. Все, давай быстрее размещай наше интервью в интернете, и чтобы самые лучшие люди быстрее к нам прибегали. Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо, Николай Иванович, спасибо.